Важная информация относительно торговли на предстоящей неделе. Мы хотели бы предоставить развернутую информацию по поводу работы рынка Форекс на предстоящей неделе с 28 апреля по 1 мая, поскольку на этой неделе по всему миру произойдет сразу несколько редких экономических событий, которые повлияют на рынок Форекс. Во-первых, банки Японии, Китая, а также многие европейские банки не будут работать ввиду майских праздников. Поскольку эти банки в значительной степени обеспечивают ликвидность и объемы финансовых рынков, их отсутствие на рынке может привести как к высокой, так и к низкой волатильности. Ввиду таких обстоятельств ситуация на рынке становится непредсказуемой и торговать на этой неделе будет небезопасно. Также будут важные новости, влияющие на американский доллар, встреча Федерального комитета по операциям на открытом рынке, так называемый ФОМС, и объявление о количестве рабочих мест в несельскохозяйственном секторе экономики или NFP. О том, как встречи ФОМС влияют на рынок Форекс, рассказано здесь. О том, как новости NFP влияют на Форекс, рассказано здесь. Хорошая новость – продление тестового периода. Поскольку эти события происходят во время нашего бесплатного 30-дневного теста, мы хотим сообщить, что если вы решите не торговать на этой неделе, вы ничего не потеряете. Мы продлеваем наш 30-дневный бесплатный период еще на 7 дней. Мы считаем, что было бы неправильным вынуждать наших пользователей торговать во время такой волатильной и рискованной недели, особенно если учитывать, что предстоящая неделя – это исключение из общего ряда и не самая лучшая обстановка для бесплатного теста. В конечном счете, тестировать советника или нет на этой неделе – решать вам. Вы в любом случае получаете дополнительную неделю, но если вы решите тестировать, пожалуйста, делайте это на демо-счете. Результаты прошедшей недели. Мы провели опрос среди пользователей по итогам торговли на прошедшей неделе. У некоторых пользователей были прекрасные результаты. В то же время многие пользователи совершили распространенные ошибки, которые увеличили риск и на счетах возникли просадки. Мы проанализировали данные ошибки, чтобы вы знали о них и избегали их в будущем. Примечание. Это не финансовые или трейдинговые рекомендации. Мы просто делимся результатами с вами на основе тех стратегий, которые применяли разные пользователи. Наибольшие просадки были на счетах. Первое. Где использовались настройки лота больше 0.1 на каждую тысячу. Что такое настройки лота, можно почитать здесь. Второе. Торговля начиналась в течение первых двух часов открытия рынка воскресенья после обеда, когда спреды высоки. О том, что такое спреды, читайте здесь. Третье. Советник не выключался во время важных новостей. Прошлый вторник были новости по австралийскому доллару, которые привели к резким колебаниям рынка. Четвертое. Открытые сделки во время важных новостей оставлялись открытыми, в результате чего сделки уходили в просадку. Пятое. Торговля продолжалась в дни высокой волатильности, в четверг и пятницу. Шестое. Не закрывались все открытые сделки в конце торговой недели. Седьмое. Использовался WPS сервер, который имеет время отклика 20 миллисекунд и выше. Чем выше время отклика, тем хуже скорость. Восьмое. Использовался брокер, который применяет виртуальные плагины и или брокеры с большими спредами, или брокеры, работающие как B-бук брокеры. А разницу между A-бук брокерами и B-бук брокерами можете прочитать здесь. То же самое время были пользователи, у которых торговля прошла успешно. Их объединяли следующие моменты. Первое. Они использовали настройку лота 0.1 на 1000 долларов. Некоторые даже использовали лотность 0.3 на демо-счете 5000 долларов, фактически снизив лотность даже ниже 0.1 на 1000. Второе. Они ждали по меньшей мере 2 часа с момента открытия рынка перед тем, как запускать советника. Итак, рынок открывается в 17 часов по восточному времени США в воскресенье или в 0 часов по Москве в понедельник. Таким образом, они ждали 2 часа до 19 часов по восточному времени США в воскресенье или 2 часа по московскому времени в понедельник и только после этого запустили советника. Третье. Они выключили советника по меньшей мере за 2 часа до новостей по австралийскому доллару и запустили торговлю, когда прошло 2 часа после новостей. Четвертое. Они полностью закрыли все сделки к 2 часам по восточному времени США или 21 час по московскому времени в среду. Пятое. Они использовали достаточно быстрый и надежный ВПС-сервер, который имеет скорость отклика 20 мс или меньше. Шестое. Они используют брокера, который известен как A-Book Broker. Например, Paper Stone или IC Markets. Какие есть варианты, если вы планируете торговать на этой неделе, несмотря на все возможные риски? Первое. Вы можете не торговать вообще, поскольку мы добавляем к тестовому бесплатному периоду одну неделю дополнительно. Второе. Вы можете не торговать пары, включающие японскую иену. TradeRinger использует два круга, в которых используется японская иена. Один круг вот такой и второй круг вот такой. Некоторые решают вместо этого использовать только один круг, британский фунт к американскому доллару, евро к британскому фунту и евро к доллару. В данном круге японская иена не фигурирует вообще. Помните, что пользователь полностью контролирует советника, и советник не будет делать никаких сделок, если вы его не настроите должным образом. Ценность советника не в том, что он торгует или работает за вас, но в том, что вы можете его настроить, чтобы он совершал сделки, когда вы не у компьютера или не у телефона. Всегда важно делать следующее, чтобы повысить свои шансы на успех. Первое. Проверять свой счет так часто, насколько это возможно. Второе. Отслеживать новости. Третье. Изучить, как менять настройки советника и научиться открывать и закрывать сделки вручную. Всем спасибо и желаем вам успешной недели. Служба поддержки, компании и оконами. Дисклеймер. Это сообщение не является финансовой рекомендацией. Информация в нем дана только в образовательных целях. Любой вид трейдинга связан с риском, и большинство людей теряют деньги. Перед тем, как участвовать в трейдинге или использовать программное обеспечение, вам следует изучить связанные с этим риски. Наши исследования и информация, которой мы делимся, никоим образом не дает никаких гарантий. Мы даем информацию только с целью ознакомления, чтобы вы могли понять, какие стратегии приводят к успеху или к потерям. Результаты каждого будут зависеть от уровня образования, инвестиционных целей, уровня опыта, готовности к риску и принимаемых решений. Используйте в торговле только те средства, которые вы готовы потерять. Вот такая информация от компании, друзья. Я, пожалуй, на предстоящей неделе применю совет из пункта номер 2. То есть я не буду использовать валютные круги с использованием японской иены, а применю вот этот круг, британский фунт к доллару, евро к британскому фунту и евро к американскому доллару. И посмотрим, что из этого получится. Ну а вам предстоит решить, какую стратегию применять на этой неделе. Следите за новостями, подписывайтесь на канал. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго.